Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают В конце города развезет общественный транспорт Напомню, вход в парк спорта бесплатный Девушки отдыхают Режим повышенной готовности Как выяснилось, видеоролик о сильном вихре Рубцовчанин опубликовал в интернет-сообществе Одно из соцсетей По словам очевидца, смерч произошел вечером 12 июня В районе вокзала При этом каких-либо негативных последствий От него никто не заметил Зато спустя сутки в Рубцовске воцарилась Настоящая стихия Прошел ливень со шквалистым ветром И градом размером с перепелиное яйцо Сегодня в Наукограде Начал работу международный выставочный проект Крестный путь Он объединил около 150 работ Весь спектр произведений религиозного искусства Иконы, в том числе резные, золотое шитье, миниатюры, мозаика А также религиозная живопись, графика, прикладное искусство и арт-фото На полотнах видение событий 1917 года Художниками из России, Грузии и Финляндии В память о тех трагических событиях И организована данная экспозиция Которая крестным ходом проходит по всей России С начала года ее посмотрели жители 15 городов Подробнее о международном проекте читайте в газете «Бийский рабочий» Елена Макаренко, Наши новости А мы продолжим Жители Ребрихи Почти неделю оставались без воды Насос на единственной скважине не справился с нагрузкой Видимо, ждали, что вы приедете И избавили Вообще не было сегодня Обычно вообще какой? Вообще открываешь и тишина Пусто У Юлии Поляковой трехмесячный ребенок Купать малыша, готовить ему еду необходимо постоянно А воды нет Бывает она только по ночам и то не всегда На прошлой неделе практически все село Ребриха было обезвожено По словам местных, воду подвозили только в многоэтажные дома Остальные шли в магазин и платили за то, что и так должны получать Кстати, проблемы с водой в Ребрике, особенно летом, возникают уже на протяжении 30 лет Изменится ли ситуация в ближайшее время? Пытается ли местная администрация решать проблему? Расскажем на вечернем выпуске Сегодня всемирный день донора крови Ежесекундно во всем мире людям требуется переливание или компоненты крови, от которых зависит жизнь Зачастую доноры и не знают, кому помогают Говорят, не это главное Сотрудники федеральной службы исполнения наказаний по Алтайскому краю кровь сдают ежегодно Среди участников акции есть даже почетные доноры России Олег Коваль, например, с 2007 года кровь и ее компоненты сдавал 78 раз Дело нужное и важное, и спасение людей, и, собственно, для здоровья полезно Чем? Чем? Нарнизуется давление, разжижается кровь Что заставляет людей становиться донорами? Почему сдача крови для них жизненная необходимость? Расскажем в вечернем выпуске Перерождение села в Косихинском районе в одной из деревень с населением всего в 500 человек Преображают главные социальные объекты и прокладывают дороги Развитие поселка взяла на себя инвестиционно-строительная компания «Союз», купив местное сельхозпроизводство Местная школа на 87 учеников Первый объект, преобразить который, взялся «Союз» Здесь новый забор, асфальт, кровля На очереди полная отделка кабинетов и коридоров с заменой проводки и ламп на современные и удобные Дети должны заниматься в комфортных условиях Среда должна воспитывать детей Такой подход к образованию педагоги переняли от руководителя инвестиционно-строительной компании «Союз» Владимира Отмашкина Школу он сразу обозначил как опорный пункт села Будущее определил за детьми и продолжал вкладывать в местное сельхозпредприятие Сейчас у компании 6,5 тысяч гектаров под пшеницу, гречиху, подсолнечник И работают на них малаховцы Не важно будущее производства, которое мы здесь развернули Мы сюда пришли не на один день Мы должны убедить людей в том, что хорошо жить можно в том случае, если человек будет хорошо работать Здесь появился комбайновый цех, мастерские, возможно, откроют и маслоцех «Союз» создает условия для жизни, люди берегут свой поселок Вот главный договор Владимира Отмашкина с населением И, видимо, он работает, новые объекты продолжают появляться Ко дню России открыли игровую и спортплощадку У меня семь детей, и я вообще, вот это внук Я думаю, что это просто перспектива для детей Смысла нет уехать куда-то, потому что это родина моих детей Я даже в Барнауле не знаю, где, да, вот такой комплекс есть Обычно во дворе или где-то там хотя бы в районе Ленточку перерезали и у нового дома культуры Первыми там чествовали строители Союза Владимир Отмашкин обмолвался на очереди Возведение церкви и очистка озера Все, чтобы решить их общую с населением задачу Возродить село и память о его жителях И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды Сеть магазинов трофей Все для рыбалки, охоты и туризма В трофее найдется все для отличного летнего отдыха Палатки, мебель, спальники, рюкзаки, посуда, барбекю, мангалы И все остальные нужные аксессуары Оторвись от комба Покажи своей девушке настоящую романтику Сходи в поход с семьей Приготовь ужин на костре Будь мужиком Сеть магазинов трофей На большей территории края дожди В Славгороде и Кулунде до 16 В Камни-Наби, Рубцовске до 20 Тепло, Авбийске 28 Белокурихе 30 Барнауле ветер восточный И 25 выше 0 Полная картина дня в нашем вечернем выпуске До встречи Редактор субтитров А.Семкин